здравствуйте дорогие друзья этим фильмом начинается целая серия состоящая из нескольких отдельных фильмов о самом процессе катаклизма мы вам расскажем что же человечество в результате потеряла и какая ситуация вообще была до и после разберем причины следствие методы будут даны ответы на многие вопросы как например кто с кем воевал почему ничего не помним и кому это надо тема очень тяжелая можно даже сказать не самое приятное и многим точно не понравится особенно выводы поэтому сегодня в качестве вступления к этой серии хочу рассказать одну легенду она не претендует на истину в последней инстанции просто попробуйте мысленно представить то что вы услышите далее итак дед поставил на стол пару железных эмалированных кружек и достал из шкафа небольшое блюдце с молочными батончиками сам факт этого говорил уже о чем-то серьезным и важным потому как это угощение он держал исключительно для тетки дарьи соседки приходившие по воскресеньям помочь по дому насыпав щедрый жменей заварку по кружкам и тонкой струйкой залив ее крутым кипятком позвал меня к столу и пока я присаживался он выдал такую триаду вот ты спросил про войну но много их было и и жить еще будуть но я тебе рассказать хочу про первую про ту которая всем воинам начала дала было это то время когда солнце на небе было не таким как сейчас а розовым и по всей земле тишь была да правда воздух в те времена как молоко густой был через него всяк человек мог сытым быть и леса по всей земле стояли могучие и наполнены жильцами потешными береги ними до бережными лесной живности до всякой людской шалости называли их чудно листинами и в дубравах они жили и в рощах березовых а больше всего уважали тайгу кедровую а места где кедров пуще всего было называли в ту пору палестина славная страна была палестина куда глазами не кинь на 100 дней пути все тайги синь а на стране куда солнце спать садилось разливалось море ласковое и человеки там жили особые вроде как многие на земле две ноги и две руки до светлые головы но вот сердцем беззлобные верные и не было в той стране не бражников ним сдаинцев не и ходеев не стражников не беспризорного люда галимова не бездомным ветром гонимого были люди сплошь хлебосольные и как птицы свободные высокие вольные и жили не столько сколько желалось а и число их было тьма тьмущее и все прибавлялось а миром жили и с жизнь справлялись ремеслами каждый своим гордились тем и живились и каждый в той земле на горуч был и опытен как народе говорят и воин и жнец и швец и на дуде игрец и хлеба сами растили и кедр сеяли да лелеяли городов и городков в той стране было множество средь таежных морей да вдоль просеки все заселено было но за главным был киф розовый град стольный для людей вольных а розовым звался потому что солнце на небе в ту пору было красное а сам город был сложен из белого камня мрамора и как солнышко добрым людям светило так и город в розовый цвет красила много людей полюбоваться на город съезжалось ведь не только красив он был но и удивителен не тем дивил что у жителей корабля были волшебные сквозь которые они весь мир видели и говорить могли со всем миром да небом не тем был славен что повозки у них по небу ездили аки по земле и прочих вещиц мудреных было превеликое множество а тем что книги в том городе были редкие многомудрые по всей земле таких не сыскать было а пуще всех книг самая важная одна была житя ей имя было и содержалась она в заветной башне на высоком холме и читать им могли только девять человек самых мудрых из всех разумных так книга каждому кто читал ее великую силу давала такую силу что хоть звезды двигай а вместе с силой и заботу налагала о крае родном и людях окружных не было в кифе ни царя ни другого правителя только эти девять человек мудрых и знающих да народ совестливый правду и жизнь понимающий так те девять и были началом знания и учили людей как по правде жить вот по этой науке и жили люди без хворей и прочих бед по возрасту сколько им хотелось и длилась спокойная жизнь аж века веков пока не случилось события всю нашу жизнь изменившая жил рот в мире и созидании творили для рода и каждый друг для друга но произошло то о чем говорили и что ждали жрецы поясни это было солнышко в аккурат к своему равенству шло в такие дни народ праздники учинял и душе потеха и тело утеха но в середине праздника вдруг настало безмолвие люди посреди площадей стали как оглушенные и небо сделалось хмурым и сумрачным а из него словно вороны черные злые горыны из самого глубокого неба на землю ринулись на все города и околотки одновременно по всей палестине а пуще всего на киев град накинулись и стали молнии метать и огненные камни и загорелись леса кедровые и закипела смола в стволах у них и многие дома обрушились и хоть солнце видать не было город вновь стал весь огненно розовый но теперь от крови людской и пожарища но пришел себя народ встрепенулся витязи с ватагами и вольные ратники все с горыными на бой вышли но не отбились стали звать порубежников на подмогу в надежде несбыточной дед осёкся голос его дрогнул и мне даже показалось что в уголке глаз блеснула слезинка он отхлебнул остывшего чая и продолжил восемь дней продолжалась та битва сколь не билися зло не кончалось и не дождались а люди подмоги собрались передвижки каких городов все кто уцелел из народа а уцелевших имен и доли десятой от прошлого не было понял народ не отбить им землю родную и решилися старцы мудрые на средства последние сжечь землю свою чтобы врагу не досталось и и вновь отправив живых израненных в порубежье севера собрались люди мудрые и остальные витязи на холме где была башня заветная и поднялись на башню те старые стали в круг над книгой заветной и сотворили слово твердое две горы разбежались в стороны а под ними пещера открылась пронесли в ту пещеру и книгу заветную и те что за дни тяжкие спасти удалось вновь вернулись люди мудрые в башню снова кругом друг дружки приблизились и опять сотворили слово твердое и стали горы на место и скрыли книгу народную настало утро из башни было видно как злые горыны на город сходятся тогда мудрецы достали ножи точеные рассекли себе груди сильные и достав сердца свои светлые сложили их вместе а как последнее сердце коснулась друг друга возник свет нестерпимый и жар небывалый запылала земля а тайга прахом осыпалась море стало стеной и на берег обрушилась своей тяжестью погребая дома уцелевшие и небо горело и зло вместе с ним а когда все остыло и схлынула почернела земля и засолилась где тайга была камни голые жизнь ушла вместе с будущим только змеем там место да и ящером и живут они там проклятущее повисла пауза дед а дальше что было дальше то да беда была кругом было у всех остатки народа что выжили на север шли и где бы ни шли всюду горе было и встречали остатки людей из других земель спрашивали друг друга откуда вы так с киевом и что сгорел но врагам не досталось а мыс арматы но нет ее более выкипела она и случилось так во всех местах несчастье было везде и вести были дурные от всех кого на пути встречали и что никто этих горынов победить не мог победили но не сразу ценой земли своей но победили и в новых землях жизнь нашли и пашни засеяли и дерева новые растили но от мира прежнего уже не было да и срок для житья по уменьшился видать не все зло еще сгинуло старые люди тогда же говорили что всю землю спасло что эти гады до книги наши не добрались но придет время залечится земля отряхнется от пепла рассыпятся горы будет открыта пещера возьмем мы и прочтем книгу да возвратим мир свой и солнце вновь будет розовым а тайга кедровая синюю а живет земля замолодиться а до тех пор не видать нам палестины нашей с дальнейшими вопросами и нехитрыми ответами пролетели остатки ночи появились первые проблески зари мы вышли на крыльцо вдали над бором робкой поступью паутинкой тонкой сквозь облака пробирались лучи молодого солнца как надежда как уверенность что все сбудется друзья естественно одна только притча ничего не доказывает но вся суть в том что и не нужно ничего доказывать нет у нас такой цели достаточно просто знать что такое может повториться следующий фильмах будем подробно разбираться в этом вопросе разберем причины следствия методы будут даны ответы на многие животрепещущие вопросы которые постоянно спрашиваете в комментариях кто с кем воевал как напал когда почему зачем почему мы ничего не помним и так далее однако уже сейчас друзья вы можете поделиться в комментариях своими мнениями по этому вопросу и предложить свой вариант развития событий